Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору без остановки. Значит, сегодня у нас 25-я сивана, 24-е июня, пятница. Пятница, и мы продолжаем изучать те же книги. Те же книги. Уже 3334 года мы изучаем Тору. Соединяю дарование, значит, и цепочка эта не прерывается ни на одно поколение. Хорошо. Значит, в книге о Йом-Йом сегодня нам сообщается очень интересная идея, как раз актуальная до невероятности. Прям актуально, как будто бы сегодня, любая честереба, нам это хотел сказать. Идея такая. Есть отрывок в Мишли. Мишли – это притча царя Соломона. Отрывок звучит так. По-моему, вот так звучит. На иврите, я по памяти. Тут на русском перевод есть. Если тревога в сердце человека – ясхена, да? Теперь вот это слово ясхена, можно его перевести ясхена, он ее уберет. А есть ясхена, он, если по-другому прочитать одну букву будет, он ее расскажет. То есть, если тревога в сердце человека, он ее или уберет, или расскажет. Значит, но как? Задается вопрос. Наши мудрецы дали этим словам два толкования. Значит, первое – уберет. Это удалит тревогу из мыслей. Второе – ясхена обсудит ее, обсудит с другими людьми. Значит, что имеется в виду? Вот, например, кто-то, там Татьяна, или Зинаида, или Валерий, или Анна даже, да, тревожится. У человека есть тревога. Значит, тревога обычно идет о будущем. Человек тревожится о будущем или о настоящем даже. Ему тревожно. Что же будет? Как же будет? И так далее. Это тревога. Теперь нам, ну, он потревожился, немного потревожился, потом думают, ну, что же дальше-то я тревожусь. А если человек все время тревожится, это у него, вот, если, например, человек держит в руках стакан, да, наполовину полный или наполовину пустой, неважно, но он его держит долго в руке, то даже если это стакан наполовину полный, то через какое-то время его рука начнет дрожать, а еще через несколько часов он не сможет его больше держать. Точно так же тревога. Если человек тревожится о будущем, то у него через какое-то время эта тревога, она его разъедает нервную систему, и он может даже заболеть. Пожалуйста. Психосоматика. Поэтому царь Соломон, мудрейший из людей, уже около трех тысяч лет назад нам сказал, если ты чувствуешь, что тревога в твоем сердце, или убери ее, или обсуди. Значит, как ее убрать? Очень просто. Мозг человека так устроен, что он работает над какой-то задачей, и если ты думаешь сейчас о том, что тебя тревожит, то как следствие ты будешь испытывать тревогу. А если ты думаешь сейчас, например, вот я, например, могу сейчас подумать, знаете, о чем? О супе. О супе давайте подумаем. Да, вот куриный бульон. Кто любит куриный бульон? Вот куриный бульон, как он устроен? И когда мы думаем о курином бульоне, например, да, там бульончик, курочка, картошка, я не завтракал просто, поэтому, наверное, я начал думать о курином бульоне для примера, то я уже в этот момент не могу думать одновременно о том, что меня тревожит. То есть для того, чтобы что-то убрать из мысли, есть только один способ переключить мысли на что-то другое. Значит, если тревога в сердце человека, то он удалит ее, переключив мысли на что-то другое, или Яскайна обсудит ее с другими. Значит, что значит обсудить с другими? Вот, например, человек тревожится о чем-то, ему надо это обсудить с другими. С какими другими? В других местах притчей царь Соломон объяснял, что нужно обсуждать только с позитивными людьми, которые могут тебе помочь. Потому что, если ты с другими понятерами обсуждаешь, знаете, человек придет, например, говорит, я беспокоюсь о будущем, а тот ему говорит, не беспокойся, у тебя нет будущего. Все. То есть, ты вообще, это ты беспокоишься, ты просто не знаешь вообще, что надвигается. Инопланетяне, там, эпидемии, то, в общем, если с каким-то параноиком обсуждать, то еще хуже будет. Поэтому Ясхена нужно обсуждать с людьми спокойными, с людьми спокойными. Но здесь, почему в этой книге Рэббель Байджета приводит? Он же приводит, это классика, то, что в Мишле написано в притчах, это классика, это царь Соломон, это, ну, это вообще святые слова для всех. Теперь, но есть Хасидут, и здесь приводит нам, последний любая честная Рэба, приводит высказывание Рэбы Цемах Цедека, который был, какой это был Рэббель Цемах Цедек? Третий любая честная Рэба, и он дополнял этот комментарий важной деталью. С другими, он говорит, с теми, кто другой лишь телесно, а душой он абсолютно един с тобой, ибо сочувствует тебе. То есть, по Хасидуту нужно не со спокойными обсуждать, а с теми, кто един с тобой душой, и кто за тебя, и кто, вот, сочувствует тебе. И тут вот, очень я задумался над маленькой деталью. Вот, например, Инна Лобейтина, она, значит, начала тревожиться. Приходит она, например, к Раисе Закон, вот, Раиса Закон, как раз сейчас нам желает шаббат шалом, и говорит, Раиса, значит, я тревожусь по поводу обстановки в Никарагуа, да, вот, в Никарагуа, сейчас тревожные новости пришли из Никарагуа, там, значит, мало ли что в этом, в Гондурасе будет. А она ей говорит, Раиса Закон, смотри, говорит, я с тобой едино душой, я с тобой, значит, сочувствую тебе твоему беспокойству, и что, и что, в этот момент станет легче? Ну, наверное, Рэббетси Макцета говорит, Даша, нужно найти такого человека, который с тобой един душой, но тут я думаю, что станет легче в любом случае. То есть, если ты находишь человека, который с тобой един душой, и который полностью тебе сопереживается, чувствует, это, в принципе, резко улучшает качество жизни человека. И вот здесь как раз надо задуматься, надо задуматься еще, теперь я хочу добавить чуть-чуть от себя, да, к этому, такой как идею. Если, вот я думаю, что в вашем окружении есть разные беспокойные люди, которые беспокоятся, и вот приходит такой беспокойщик, и он начинает с тобой, даже ты его любишь, вы с ним как бы друзья, или там близкие, родственники, и он начинает беспокоиться, или ты к нему приходишь, давай лучше так, ты к нему приходишь и говоришь, я беспокоюсь, все. Если ты в этот момент, тебе важно, чтобы вы были единой душой, то ты не будешь его обвинять в этих проблемах с Никарагуа. А часто близкие люди, они, когда им плохо, они начинают обвинять близких людей, начинают разрушать близость. И в этот момент вместо успокоения и беспокойства они получают две проблемы. То есть, когда человеку у него беспокойство, и он приходит к близкому, очень важно тоже подумать десять раз от моего вот этого деления беспокойством. Это что-то улучшится или ухудшится? Потому что бывает, что начинаешь делиться своими беспокойствами, опасениями и так далее, и вообще со всеми переругался после этого. Надо десять раз подумать. Поэтому лучше идти по первой линии, она безопасна, удалить тревогу из своих мыслей. Хотя тоже здесь есть, как вы знаете, если смотреть с точки зрения пессимиста и тревожащегося, то если у тебя есть какая-то тревога внутри, да, и ты ее удаляешь из мыслей, например, у человека есть опасения про здоровье, и он вместо того, чтобы идти выяснять, идти к врачу, идти на обследование, он удаляет, удаляет, а, значит, выпил стакан и забыл, выпил стакан и забыл. Потом это может прийти в серьезную проблему. А может и пройти, бывает, что человек беспокоится впустую, ему лучше было бы просто перестать беспокоиться и все. То есть здесь, знаете как, когда мы берем любую технику, можно так сказать, технику истории, да, совет истории, технику истории, и хотим ее применять, нужно понимать, что она не единственная, что мы живем в очень многовекторном мире, и когда ты берешь какой-то инструмент, то ты должен его положить в коробочку с другими инструментами вместе, и когда у тебя наполнится вот эта коробочка инструментами Торы, что ты знаешь, в какой момент тревожиться, в какой момент убирать из мысли, в какой момент, в какой момент делиться, в какой не делиться. У меня очень много есть споров с людьми. Я утверждаю, что тот, кто изучает Тору и тот, кто живет по Торе, то у него в жизни будет все великолепно. Я в это верю на 100%. Или мне приводят примеры очень часто, разные мои оппоненты в этой идее. Что вот есть люди, живут по Торе, и у них там тут плохо, там плохо, они болеют, у них нет денег, у них там проблемы с семьями и все такое. Я говорю, вот именно эту вещь я и говорю, что у них Тора это очень много векторное. Ну то есть жизнь это на каждый момент, на каждую секунду времени влияет тысяча факторов. И если мы говорим, что человек живет по Торе, то не факт, что он применяет правильно инструменты, которые нужно в этот момент было применить. Иногда нужно положиться на Всевышнего бетахон, иногда нужно действовать. Иногда нужно и действовать, и бетахон. Иногда нужно просить помощи, а иногда написано сане, матанод, ихье. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Я помню, вот на это есть очень хорошая иллюстрация. Учитель Равыска Гзильберса, родной садик Левраха, он рассказывал, как он сел в тюрьму. Это очень момент вот такой, именно как. Значит, у него дома лежали спрятанные облигации одного пожилого такого человека, который хотел заработать. Все хотели зарабатывать, и он, значит, хотел заработать, но в 50-м году зарабатывать было опасно. И он, значит, хранил, все вкладывал в облигации, хранил у Равыска Газильбера, который зарабатывать не хотел, который хотел только учить Тору выполнять заповеди и служить Всевышнему. Но он был честный человек, сын Равина, Равин, все об этом знали. Ну, подпольный Равин, да, такой. И, значит, тот не боялся у него хранить эти свои облигации. Теперь, а у самого Раваицка денег не было, потому что он все деньги тратил на помощь другим людям, и поэтому он все время занимал. Тому плохо, он у этого занял, этому дал. Этому плохо, там надо спасать кого-то. Он опять у этого занял, этому дал. И у него было вот так вот, он все время решал задачу, которую Всевышний ставил перед ним сейчас. То есть, его сын, когда Рависка умер, и сын его выступал, и говорит Равинсон, что у моего папы в жизни был только один вопрос. Вот всего один. У него была очень простая жизнь. Что Бог от меня сейчас хочет в данный момент? Он не беспокоился о завтра, он не думал о вчера. Он все время думал, что Бог от меня хочет сейчас, и выполнял это по максимуму. Теперь, значит, как он сел в тюрьму? Ну, он, у него дома отключили свет, потому что не было денег даже заплатить за свет. И жена ему дала, жена его тоже работала всю жизнь, очень тяжело работала, когда они в Израиль приехали. Она 7 лет, они не виделись ни по шабатам, ни по праздникам. Она работала на кухне, и шивы мир, работала на кухне, там и посуду мыла, и все. Значит, она ему говорит, вот тебе деньги, иди заплати за свет, 5 рублей. Он выходит, у него есть 5 рублей, и он думает, это деньги заплатит за электричество, 5 рублей. А я должен одному человеку, я должен деньги, и другому должен деньги, тоже должен по 5 рублей. И, значит, вот тому, которому я должен деньги, я у него занял раньше, но у него, вроде, они ему не так нужны, потому что у него сейчас ситуация, ну, он не бедственная, не бедствует. А второй я у него занял позже, но он реально бедствует. И что мне, кому же мне отдать эти 5 рублей? Или как мне жена дала за свет заплатить. И он, 40 минут, он думал, что Бог от него хочет, потому что это очень важное решение. То есть, ты на 3 дороги, развилка, да, 3 дороги. И он, значит, вначале он поехал в одну сторону, потом остановился, подумал, нет, неправильно. То есть, он-то думает не потому, что ему сердце подсказывает. Он пытается из Торы понять, по какому вектору, что Бог от него сейчас хочет. Бог же высказал свои пожелания, значит, и как надо жить. Только он знал весь шухонарух, он знал, ну, то есть, он очень был большой мудрец Торы. В итоге он поехал, я не помню, к кому. В общем, он поехал к кому-то отдавать эти 5 рублей долга, не за свет платить поехал. А может, надо было жену послушаться, может быть. Поехал он платить за свет. Приехал он за свет, не за свет, долг отдавать. А у того человека сидит дома милиция, его арестовали по какому-то делу. А в то время как было, что если тебя арестовали, то милиция сидит дома. Все, кто приходит, арестовывают и начинают у них обыске, смотрят. Потому что, ну, в СССР тогда все держалось на терроре таком, да. К нему приходит милиция домой, находят у него облигации. А, значит, спекулянт, там, на огромную сумму эти облигации. И чьи? Опять у него выбор. Если он скажет, что они не мои, мне принесли, только их на хранение оставили. Тогда его, может быть, отпустят. Но того точно арестуют. А тот, кого арестуют, то он же пожилой человек. И он может умереть. Там же и бьют, и в тюрьму его посадят. У него инфаркт может быть. Расселивер думает, и получится тогда, что я косвенно послужил причиной его смерти. Нет, думает он, мои. Говорит, мои все. Тебе говорят, да нет, мы знаем, ты учитель, ты вообще, у тебя бедность такая. Откуда у тебя деньги? Мы всех знаем вообще, все, кто там, спекулянты, все. Ну, ты откуда вообще взялся? Он говорит, нет, мои. В общем, они его арестовали. А то, чьи были эти облигации. Он в этот момент подумал, что как же так? Такого честного человека, святого, можно сказать. Сейчас из-за меня посадят. Нет, говорит, пойду я в кусповинность. И он пришел в милицию и говорит, мои облигации, это мои, я ему дал их на хранение. Там такая-то сумма, точно, вот в таком-то. Милиция его тоже арестовала. И их посадили по, как групповое преступление, дали, в общем, им сроки. Представляете? Тора многовекторно очень. Очень многовекторно. И ты в каждый момент очень сложно понять конкретно, что делать. Но, тем не менее, тот, кто идет по Торе, у того будет в жизни все великолепно вообще. Абсолютно все будет великолепно. Теперь, это мы закончили отрывок, что делать, если есть тревога. Значит, простой совет царя Соломона. Убери из сердца или обсуди с умными людьми, которые тебя успокоят. И которые, добавление Семакцедека, Ребе, что обсуждаешь с людьми, которые с тобой единой душой, которые тебя посочувствуют и которые, ну, с тобой как одно целое. Все. Теперь вторая книга называется «Обретение неба на земле». Значит, в ней дается нам такой совет интересный, такая идея. Библейское рабство в Египте представляет собой порабощение своего собственного «я». Каждый день, каждый миг должен быть исходом из своего «я». Если вы не уходите из Египта, вы уже вернулись туда. Значит, здесь есть… Коуч – это идеальный. Вот Маркс задает вопрос, коуч – это идеальный собеседник, который поможет тебе безоценочно выйти туда, куда ты хочешь перейти. То есть, коуч – это идеально. Теперь, библейское рабство. Вот смотрите, человек находится в рабстве своего эго. Своего эго, и эго его, оно его постоянно заставляет стремиться к почету, зависть, вожделение, обиды, борьба, какое-то внутреннее несогласие, противоречие. Это все называется одним словом – эго. И вот это эго, например, человек себя внутри ругает, я хочу кушать, сколько ты будешь жрать, нет, я сейчас поем, нет, есть не надо, значит, иди на работу, нет, я хочу отдыхать. То есть, у человека внутри, у нормального человека постоянно идет спор между его… Этот был такой Фридс Перлс, это был основатель диджитальтерапии. Так он называл вот этот вот внутренний диалог «собака сверху» и «собака снизу». «Собака снизу» – это тот, кто хочет вырваться, а «собака сверху» – это тот, который давит. И это все внутри, в голове у нормального человека. А был такой Эрик Берн, основатель транзактного анализа, да, называется его система. Так он говорил, что есть три составляющих вообще, он еще третий добавлял. Есть ребенок внутренний – это аналог «собаки снизу» Фридса Перлса. Есть родитель – это аналог «собаки сверху». Есть еще взрослый – это когда ты спокойно сидишь и наблюдаешь за этими двумя собаками у себя в голове. Это называется взрослый, такое безоценочное, безэмоциональное состояние. И это голова нормального человека, который называет это рабство у эго. И когда ты выходишь из этого… Каждый день нужно выходить, как из Едипта, как были еврейские народы, были рабами в Едипте. Что это значит быть рабами в Едипте? Их заставляли работать, и у них не было свободы. Не было свободы решать, что ты хочешь делать. Но если мы возьмем обычного человека, то у обычного человека то же самое рабство. Он должен работать, да, потому что ему надо оплачивать счета, ему нужно покупать вещи какие-то, ему нужно кушать. И он, значит, работает, работает, работает. Потом он взрослый, ему надо женить детей, ему нужно там… В общем, человек всю жизнь он в рабстве, он нужно, удолжен. И, значит, еще он собой недоволен все время внутри в голове. Это что, не рабство? Это рабство. Говорится нам в книге «Обретение рая на земле», «Обретение неба на земле», что каждый день нужно выходить из этого рабства. Как выходить, правда, не написано, но надо выходить. То есть нужно хотя бы стремиться выходить из рабства, привычек и так далее. А то, что еще и человек ходит как пони по кругу все время, одни и те же привычки. Каждый день одно и то же, как цирковая лошадь. Да, теперь, значит, давайте чуть-чуть уже Торы такая, хард, классика. Значит, недельная глава у нас Корах называется. В ней рассказывается о восстании Кораха против Машера Бейну. И здесь, значит, опять продолжается очень интересный такая процесс, да. Бог через Машера Бейну показывает чудеса и показывает. Доказывает и доказывает, что он есть, что он хозяин мироздания. Но еврейский народ все время с этого как-то пытается съехать. И сказал Бог Моше, возвращай вот этот посох Аарона, который вчера зацвел. Помните, он миндаль, и на нем прям вырос миндаль. Верни посох Аарона и поставь его, пусть он будет свидетельством, чтобы он будет знаком, чтобы больше не восставали против вас и против меня, и чтобы они не умерли. То есть Бог говорит, ну уже запомните, что нужно, значит, ну вот вам уже знаете, ну сколько можно, вот бочонок с маном, вот, значит, скрижали разбитые, когда вы сделали золотого тельца, вот посох Аарона, вот нажертвените все эти совочки 250, которые сгорели. Ну уже помните, помните, что вообще перестаньте возмущаться против меня, ну какой смысл? Чтобы прекратился ропот. И сделал Моше, как повелел Бог, так и сделал он. Ваяц Моше Кашер Тсива Ашем, Ото Кен Аса. Значит, Бог Моше, он был, почему он назывался Эвет Ашем, раб Божий? Он назывался раб Божий, потому что он делал то, что Бог ему говорил. То есть он, у него эго не было, и он через него Бог действовал. То есть Моше Робейну, он как бы был наблюдателем во взаимодействии Бога с миром. То есть так же может быть каждый из нас, не только Моше Робейну, а Алена даже Репяхова тоже может, шалом из Днепра. Наблюдать, как Бог сейчас через нее в этом мире самовыражается, раскрывается. Через нее, через Днепр, через вот эти события, которые вокруг нас. То есть если свое эго не включать и не говорить Богу, мне что-то не нравится, тут ты сделал так, а тут не так, я еще беспокоюсь, как ты завтра поступишь. Типа, ты же Бог, но я беспокоюсь, вдруг ты там про меня забыл, или ты как-то меня не так, не туда поставишь. А куда надо тебя поставить? Меня надо поставить туда, куда я скажу себя поставить. Вот так обычно люди думают. А Моше Робейну, он был не такой. Написано, Ваяц Моше Кашер Тсива Ашему То Кен Аса. И сделал Моше, как ему приказал Бог, так он и сделал, конкретно. И сказали сыны Израиля Моше. А что сказали на это сыны Израиля, как вы думаете? Внимание. Значит, это просто вот как будто бы сейчас включать телевизор любой страны, и будет такой же текст из телевизора. И сказали сыны Израиля Моше, говоря, «Ой, погибаем мы все, погибаем мы все». Значит, все. Это вот эта человеческая природа в чистом виде. «Ой, погибаем мы все, погибаем мы все». Значит, эпидемия, война. «Погибаем мы все, погибаем мы все». Значит, это общее такое, знаете, как люди все время не пропадают. Теперь, почему они пропадали? Они боятся. Коля Карев, тот, кто приближается к мешкану, к божественному вот этому вот шатру, все умирают. Значит, мы что, тоже погибнем? Их вопрос был следующим. Они видели, что тот, кто к святости приближается, он погибает. И вот тут как раз здесь проводится вот эта вот граница. Бог сказал Аарону, смотри, действительно, вот вы священники, вы должны работать со святыми предметами. Храмовая гора, храм, там, храмовая посуда, все. Только святые люди должны работать со святостью. Потому что если обычный человек приближается к святости, то святость действительно, она его, она его может ему повредить. Это сказал царь Соломон в первой же главе в Экклезиасте. Он сказал, что «Марбек Ахмам, Марбек Аас». Тот, кто умножает божественную мудрость, он умножает гнев. В Йосиф Дат, Йосиф Маком. Тот, кто умножает познание, умножает боль. То есть здесь тоже вот такая вот ситуация. Тоже как раз ответ на вопрос тех людей, которые говорят, вот я начал соблюдать, а где же деньги должны с неба валиться? Здоровье должно просто быть богатырским. Почему я сейчас начал соблюдать и не бегу марафон сразу, и не зарабатываю там миллион долларов в месяц? Потому что как раз происходит вот этот эффект. Ты в чем-то начинаешь соблюдать, ты приближаешься ко Всевышнему в чем-то, а в чем-то ты остаешься полностью антирелигиозным человеком, который нарушает вообще все, что можно нарушить. Но пока ты был полностью на уровне вот этом вот антирелигиозном, или просто не дорелигиозном, скажем, не антирелигиозном, а вообще ты не имел к этому отношения, то у тебя и плюса не было, и зато и минуса не было. Но когда человек начинает соблюдать, он как бы выходит на свет, божественный свет начинает его очищать, ему тогда у него начинаются наоборот какие-то проблемы, но это ему бог уже сразу начинает показывать, он с ним прям конкретно начинает разговаривать. О, ты ко мне приблизился, вот тут у тебя пробой, тут пробой, тут пробой, давай, исправляйся. И есть люди, у меня есть один знакомый, который стал религиозным, он когда у него был мультимиллионер, у него было вообще все идеально. Но потом он начал соблюдать, и он очень быстро стал прямо из себя изображать святого. И он прямо вот вообще, я святой, а все там вообще никто ничто и звать никак. И у него сразу начались такие проблемы вообще. И у него этот процесс очищения длился, наверное, лет 10. Потому что никак он не мог понять, что быть религиозным, это прежде всего убрать свое эго. Вот это вот очень важный момент. Убрать свое эго и делать так, как делал, что сказал Бог. А что Бог не сказал, не делать. И не пытаться исправить весь мир и всему миру доказать, что они типа вообще все делают не так. То есть эта позиция, она самая проигрышная. Когда ты пытаешься кого-то другого менять, исправлять, указывать ему на его ошибки. Это путь в конфликты. Все, друзья, удачи и успехов. Шаббат шалом. Чтобы был у вас хороший шаббат. Чтобы у вас было благословение во всех хороших делах. Здоровья, счастья, успехов и благословений. Все, шаббат шалом, до воскресенья. Счастливо.